всем привет на связи эти district и сегодня дорогие зрители хотелось бы поговорить с вами о мобильных приложениях мы продолжим направление в обучающем канале сторону освещения вопроса связанного с мобильными приложениями для этого видео я не писал никакого сценария все все что будет мною произнесено это будет произноситься на ходу то есть в режиме лайва я вам расскажу о том какие бывают мобильные приложения если вы хотите научиться разрабатывать сайты то у меня для вас есть хорошая новость у меня есть очень много различных курсов по созданию сайтов на системе wordpress без знаний программирования все эти курсы сейчас доступны по 300 рублей идет большая распродажа так что записывайтесь на обучение или если вы хотите чтобы я вам под ключ создал сайт или разработал мобильное приложение то также я могу для вас это сделать ссылка на сайт распродажа и все ссылки для связи со мной есть в описании к мобильному мобильных приложений существует множество подразделений видов типов нового главным под kombination главная разбивка мобильных приложений является по их смысловой нагрузки во первых раз выделяют контентные мобильные приложения во-вторых сервисные мобильные приложения в детей гибридные что-то такое целью контентного мобильного приложения является преподнести вам как потенциальному зрителю какую-то информацию контентным мобильным приложениям как ни странно но относится youtube или может быть в виде приложения сделано какая-то детская книжка или сказка где ребенок просто листает и читает и также может быть такая такую контентное мобильное приложение у какого-то автора который пишет небольшие рассказы то есть суть 1 предоставлять какую-то информацию и все другой цели никакой нету и второй подвид мобильных приложений это сервисные усердно у сервисных мобильных приложений цель 1 позволит в позволить вам что-то сделать к сервисным мобильным приложением относятся на плен при этом пример любые магазины виде мобильных приложений то есть какой-то интернет-магазин и под него сделается мобильное приложение функционал функционал тот же самый ну для примера можете посмотреть мобильное приложение ла-мода допустим самая популярная да также к сервисным я можно относить мобильное приложения которые позволяют вам сформировать список покупок или подобрать какую то есть допустим у студии дизайна кухни да есть мобильное приложение которое позволяет выбрать вам кухню на заказа и вы можете там что как-то выбирать различные запчасти формировать это все для у салонов красоты будет именно сервисное мобильное приложение которое будет позволять записаться на прием, но там уже больше к 3 варианту относятся, это не полностью сервисное мобильное приложение. И вот мы подошли к 3 виду мобильных приложений, это гибридное. Что такое гибридное мобильное приложение? Это когда контентное мобильное приложение с сервисным соединяется в одно целое. Как я раньше сказал, мы затронули с вами бизнес в плане салона красоты. Допустим, там, во-первых, есть контентность, то есть предоставляется какая-то информация о салоне красоты. допустим до публикуются различные посты которые будут помогать вам потенциальному клиенту выбрать какой-то прическу или что-то такое полезное вам давать и также вы на этом мобильном приложении можете записаться на прием то есть она является сервисным и вот эти гибридные мобильные приложения они потихоньку замещают чисто контентные мобильные приложения но конечно крупные они заменят такие как допустим тот же youtube и все-таки сейчас идет даже некоторые сервисные замещают даже эти гибридные приложения замещают сервисные мобильные приложения и потихонечку также их вытесняют и сейчас мы можем видеть такую картину что мобильные приложения именно гибридного вида преобладают play маркете но это основная градация до мобильных приложений и кстати вру существует такая теория о том что лучше всего делать сервисные или гибридные сразу мобильные приложения но не делать контентные мобильные приложения потому что главная цель при публикации мобильных приложений это естественно на заработок, но никто ничто не будет делать никогда бесплатно и монетизация сервисных мобильных приложений делается намного лучше, но вообще пользователи андроид, система андроид мало за что платят, поэтому мы можем видеть очень часто такую ситуацию когда вы скачиваете какое-то бесплатное мобильное приложение, оно просто напичканное рекламой всякой, то казино то какие-то еще чудо-средства, то еще что-то, почему так сделано, потому что это по нынешней ситуация, это наверное единственный способ как можно монетизировать свой труд потому что люди не особо хотят пользоваться допустим какой-то платной подпиской, а пользуются хотят все получить бесплатно, но это единственный способ монетизации массовой конечно можно сделать что-то особенное и получить у таких каких-никаких клиентов но в нынешних ситуациях с учетом нынешней экономики на территории стран СНГ то это пожалуй единственный вариант сейчас монетизации, напичкать рекламой в общем вот как-то так и вот поэтому мы видим такую ситуацию также мобильные приложения можно разделить по платформам ну все мы знаем, что существуют две главные платформы для мобильных телефонов это Android и iOS ну как бы по цифрам, по количеству пользователей Android перевешивает там в районе 70% что-то такое остальное это iOS просто если вы допустим выбираете какие приложения разрабатывать но вы учтите, что допустим я говорил, что плохая монетизация на Android напичкать рекламой на iOS под iOS все по-другому там наоборот если вы делаете очень какой-то хороший даже не очень, а хороший качественный продукт сервис то довольно большое количество пользователей платформы iOS будет у вас удовольствием платить за ежемесячную подписку и вы можете это все монетизировать в отличие от Android хотя пользователей будет больше на Android но эти пользователи будут бесплатные для вас там вы можете допустим можете под iOS разрабатывать такие сервисные приложения которые для обычных людей позволяют что-то сделать а под Android делать на заказ для компаний эти компании будут эти компании будут предоставлять бесплатные мобильные приложения своим клиентам но за разработку эти компании будут вам платить денежные средства поэтому есть такая сторона и существует третий тип и мы сказали, что есть Android приложение есть iOS приложение под разные платформы и есть кроссплатформенные приложения что это такое? это когда сразу одно приложение пишется и под Android, и под iOS одно приложение не как в нативных приложениях одно приложение под Android, другое под iOS потому что там и там разные требования разные подходы разные виджеты, разные элементы разный дизайн, все разное но есть возможность сделать одно приложение на все но эти приложения будут хуже чем нативные приложения эти приложения будут работать медленно У этих приложений не будет дизайна, который предусмотрен платформой iOS и Android, он будет чисто кроссплатформенным, то есть отойти от той технологии, на которой вы пишете. Ну и возникает вопрос, а на каких технологиях это все пишется, эти кроссплатформенные решения. Раньше был Node.js и он был основным. Сейчас на рынок вышел Flutter, который пишется на языке Dart. В общем эти технологии предоставила сама компания Google, то есть такой вариант. Но я кстати присматривался к Flutter, мне вот там честно говоря не понравился сам подход к разработке, потому что когда мы бьем дело с Android, у вас в XML файликах лежит весь шаблон, то есть все элементы, то есть верстка. А в отдельном классе, зачастую это Kotlin класс, вы пишете уже код, всю функциональную часть, что должно происходить, то есть весь мотор, весь движок. А вот во Flutter вы все пишете в одном классе, и верстку, и функционал, и это все такая каша. В общем я присмотрелся, мне честно говоря не понравилось. И мне больше нравится нативная разработка, потому что все-таки там вы используете все преимущества Android, и все варианты дизайна Android. Ну и аналогично тоже можете делать и с дизайном iOS. Поэтому мне, честно говоря, нативная разработка больше нравится. К тому же Flutter, вы должны понимать, по-моему он два года назад только и появился, и он довольно-таки молодая технология. И непонятно, до конца непонятно, все-таки взлетит она или нет. Да, она сейчас пользуется большим спросом, но вы опять же мало вакансий по ней найдете. Но хотя разработчики нужны. И ну смотрите, допустим, вроде сейчас такой слух прошел, что вот эта всякая кроссплатформенная разработка была призвана сократить расходы компании на разработку приложений. То есть вместо двух разных должно быть одно. Но по итогу получилось, что не сильно-то и дешево, потому что нужно разработать, допустим, под одну платформу под Android. Причем это пишется не на родных технологиях для Android, а вы пишете на кроссплатформенных технологиях. То есть вы написали, потом вы каким-то образом должны это все подстроить под Android, а потом это же приложение вы каким-то образом должны еще настроить под iOS. То есть нужно разбираться в двух платформах одновременно. И еще какая проблема существует с этим Flutter? Например, у него есть конкурент. Такой конкурент, который вроде развивается и вроде непонятно, что выстрелит Flutter или Kotlin мультиплатформ. Поэтому тут непонятно. Многие гадают больше победы Flutter, многие больше победы Kotlin мультиплатформ. И если вы, допустим, не разработчиком хотите стать, а вы просто выбираете себе приложение, ну мой совет вам, делайте нативные приложения. Если бюджета мало, просто найдите специалиста на фрилансе, у которого может быть даже нет опыта, который сможет вам задешево это все сделать. И выбрать сначала одну платформу, например, Android. Вообще, переценитесь, посмотрите, большинство клиентов из ваших можете опрос устроить, какой платформой больше пользуются. На 90% это будет Android. Вы можете сделать приложение под Android. Делайте под Android, запускайте, есть отдача, хорошо все идет, постепенно под iOS начинаете делать. К тому же, если в основном разработка под Android, это не разработка, вернее, разработка мобильных приложений, это не разработка сайтов. Она не дешевая, не примитивная и не быстрая. То есть сайт, можно там зайти, я вот сейчас, если мне приходят клиенты, да, в основном я, если я делаю сайты, то я делаю для подписчиков, помогаю им, да. И вот в основном сайт, разработка сайта у меня занимает один день максимум. Мобильное приложение вы будете делать, вам будут делать одно под одну платформу, ну, точнее, под Android. Я знаю вот насчет Android, под iOS, я не сильно силен, но вот разработка приложения под Android, это от трех до шести месяцев. Само, сами прикидывайте, сколько это будет стоить. И, ну, прикиньте, это можно вообще на шесть частей поделить, и будет вам недорого, в принципе, помесячно будете платить. И зато будет свое мобильное приложение. Просто по кускам нужно его сдавать. Ну, в общем, мы разобрали сегодня, что мобильные приложения делятся, во-первых, по предназначению, то есть это контентные, сервисные и гибридные. А также мы разобрали, что мобильные приложения делятся по платформам. Это Android, iOS и кроссплатформенные приложения. В общем, такой контент я сегодня вам приготовил. Надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайк. Ну и до встречи в следующих эфирах.